По данным южнокорейской разведки, Хион Йон Чхоль был расстрелян из зенитной установки 30 апреля в присутствии сотни зрителей. Ким Чен Ын известен как крайне жестокий глава государства, не прощающий даже самые незначительные разногласия с его диктатурой. В этом году Ким Чен Ын предположительно казнил 15 высокопоставленных чиновников в качестве наказания за вызов, брошенный его режиму. В 2013 году молодой глава КНДР, по сообщениям СМИ, отдал приказ о казни собственного дяди, обвинив его в нелояльности. Наше правительство считает, что в Северной Корее с помощью подобных казней насаждается атмосфера страха, чтобы консолидировать единоличную власть Ким Чен Ына. Мы продолжим следить за тем, как подобный режим запугиваний повлияет на власть Пьяняни в долгосрочной перспективе. По сообщению южнокорейского агентства новостей Рен Хал, Ким Чен Ын посчитал, что казненный генерал, назначенный на пост министра обороны менее года назад, неоднократно ставил под сомнение действия главы КНДР. Пьянян не прокомментировал казнь министра. О том, что стоит за жестокостью молодого диктатора, нам рассказал обозреватель корейской службы Голоса Америки Уэн Чон Чо. Это объясняется слабой властью Ким Чен Ына. У него не было возможности создать круг соратников среди элиты Северной Кореи, поскольку он молод, получил образование за рубежом и не мог общаться с высокопоставленными чиновниками страны. Он унаследовал этих соратников от своего отца. Они не близки ему на личном уровне. Поэтому он использует политику запугивания для контроля над этими людьми. Эксперты также указывают на личные характеристики Ким Чен Ына. У него очень большое самомнение. Он не принимает несогласия. Он пришел к власти в возрасте 28 лет, и эта власть была абсолютной, как у короля. Именно из-за этого он и не приемлет несогласия.